22 июня готовится отметить свое 90-летие ветеран Великой Отечественной Умар Байрамуков. Свой боевой путь он начал спустя 10 дней после объявления войны гитлеровской Германии. На фронте его звали Кацо, так уважительно обращались к выходцам с Кавказа. Уже в мирное время он участвовал в строительстве крупнейших заводов Кабардино-Балкарии. О судьбе долгожителя наш спецкор Наталья Булат. В окружении Умар Байрамуков сегодня полон силы и энергии. Говорят, еле удержали до приезда съемочной группы, хотел идти поливать огород. Признаются, в этом весь дедушка. Всегда стремился быть на передовой. С момента нападения фашистов на Советский Союз прошло 10 дней, как Байрамуков пошел записываться добровольцем. Попал в 24-й мотоштурмовой инженерно-саперный батальон. Тот самый, который после станет резервом главного командования и получит орден Красной Звезды. Вспоминает, как однажды к нему обратился высокий мужчина с уральским акцентом. А дружок, говорит, ты в этой войне не умрешь, говорит, целенький, ты попадешь в руки своей матери, говорит, вот я тебе говорю. Он так сказал мне, у него слезы пошли. Предсказание сбылось, да не полностью. Уже в конце войны Байрамукова дважды ранила. Бойцов подразделения перебрасывали на участки фронта, где намечался прорыв обороны противника. Требовалась инженерная подготовка, разминирование проходов. Он прошел Украину, освобождал Польшу, Чехию. В Австрии разрывавшаяся бомба чудом не попала в Умара. Товарищи тогда его заочно похоронили. Говорит, ты знаешь, наш котцо погиб, говорит, мозги лежали здесь. Потом я раз, 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 отгреб землю и вышел оттуда. Я иду, они смотрят на меня. Вот что, оказывается, соседский попал сюда. А после победы Байрамуков отправился в Ташкент, куда в 43-м сослали его родных. Там же познакомился с будущей супругой. Она работала в библиотеке, а он очень любил читать. Софья улыбается. Умар всегда заказывал техническую литературу, а если художественную, то с философским уклоном. В 60-м Байрамуков приехал в Нальчик и посвятил себя строительству. Участвовал в создании Тернауского Вольфрама Малибденового, комбината ИСКОШ, электровакуумного завода и телемеханики. Страсть к созиданию он передал своим детям. Мы выезжали с ним на объекты хозяйские. Например, очень часто мы ездили на Тернауский обуводительный комбинат. И он постоянно брал меня с собой. Я смотрел, как он работает. И мне нравилось. 22 июня ветерану Великой Отечественной 90. Несмотря на то, что много лет на пенсии, он до сих пор консультирует инженеров-строителей. Каждое утро начинает с йоги. Свой день рождения Умар Байрамуков, как обычно, встретит в кругу семьи. Наталья Булат, Аслан Мамхега, Вести, Кабардино-Балкария.